Ну что, всем привет! И мы находимся в лесу, в Ленинградской области И начинаем нашу следующую часть нашего, так сказать, обучения Которое называется съемка Значит, в этом блоке я вам расскажу про композиции Как выстраивать людей и предметы в кадре Как правильно пользоваться фиксацией экспозиции, фиксацией фокуса и так далее и тому подобное Мы рассмотрим с вами все режимы съемки Как мы можем применить их на конкретном видео с конкретным человеком И, соответственно, научимся делать небольшие подсъемы Для того, чтобы наполнить наше видео какими-то детальками Которые действительно смогут нам помочь передать настроение видео И все это мы как бы доведем, в принципе, до конца То есть сегодня мы снимем человечка Я вам покажу итоговый, скорее всего, видос И, соответственно, после этого мы будем уже разбирать монтаж этого видео Как тот или иной прием был сделан И, соответственно, я буду рассказывать, что именно И как мы снимаем, и для чего это Чтобы потом вы уже на монтаже смогли понять и применять уже в своих видео И я уже достаточно замерз, и я думаю, что нам надо начинать Погнали! Вспоминаем то, как мы снимали в Америке Я очень надеюсь, что так не будет Ты уверена, что ты меня снимаешь нормально? Нет, не уверена Спасибо! Отлично, давай Смотри, вот так вот сделай, и все Что? Иди вперед, вот так Прежде всего, для того, чтобы начать снимать нормальные видео Нам надо научиться выстраивать людей и предметы Композиционно правильно в кадре нашего телефона Именно для этого я на прошлом уроке вас попросил включить сетку Я расскажу, зачем эта сетка нужна А вы просто поймете уже, когда мы будем конкретно, уже перейдем к съемам Он никак не влияет на качество, как меня потом начали спрашивать Он исключительно вспомогательный инструмент Для того, чтобы вам возможно было поставить людей или предметы в кадре правильно Для того, чтобы снимать нам с рук Я буду как бы пользоваться стабилизатором Трехосевым стабилизатором для телефона Он лежит у нас за кадром, но тем не менее Вы должны научиться снимать без стабилизатора Для того, чтобы снимать без стабилизатора на ходу Нужны некоторые приемы Приготовьтесь выглядеть очень глупо или максимально глупо То есть, как бы у вас будет сравнение с человеком, который обосрался С человеком, который просто не умеет ходить И с человеком, который, ну там, полупьяный Дело в том, что когда ты идешь в скамеры в руках, да? У тебя получается вот такая трясучка руки Дело в том, что в телефоне стабилизатор есть И даже на десятом телефоне, ой, на десятом айфоне Был даже, было, нет, даже не на десятом, а на седьмом-восьмом Было видно, как этот стабилизатор отрабатывает, когда ты трясешь И прям, ну видно, как картинка трясется вместе с тобой А если он совсем раздолбанный, то прям слышался стук Но не суть Значит, соответственно, нам нужно в любом случае компенсировать наши шаги Потому что мы ходим как идиоты Да? Вот, мы ходим и все равно трясемся в любом случае Поэтому нам нужно компенсировать вот это вот движение Определенными противовесными движениями Как бы это ни звучало, у меня звучит все плохо Был даже видос такой с курицей Вот когда курицу вот так вот трясешь, а у нее голова остается на месте То есть, соответственно, вы должны также компенсировать любой свой шаг Соответственно, вот этими вот движениями Сгибаем немножечко в коленях ноги, да? И, соответственно, вот эту вот ось мы тоже контролируем То есть, нас интересует больше ось, которая вертикальная То есть, потому что когда ты идешь, она трясется у тебя, ну еще и так Но это надо компенсировать уже руками Значит, мы подойдем сейчас к Полине Вот так, как оно есть, да? Соответственно, мы берем с ним все-таки видосик, да? Мы подойдем, как оно есть Вот А теперь мы подойдем, немножко компенсируя это все дело, да? Соответственно, вот в коленях, да? То есть, мы вот так вот подходим Сгибаем колешки и идем, как бы, не поднимая, грубо говоря, ноги высоко, да? Чтобы, соответственно, у нас мы могли контролить и вот это движение, и сам шаг Также, если мы будем снимать, условно говоря, в slow motion Или мы можем чуть-чуть призамедлить, да? То, о чем мы говорили, для чего мы снимаем 60 градусов в секунду То тогда еще больше мы этой тряски можем убрать Я так снял абсолютно весь видос в Грузии, в которую ездил на свой день рождения в прошлом году И тогда у меня не было ни стабилизатора, ни дрона и так далее И как-то случилось, в принципе, все очень даже хорошо Значит, вот он наш трехкосевой стабилизатор Значит, тут все просто Вот у нас есть палочка, да? И, соответственно, подставка Подставка очень удобная, когда тебе он, в принципе, не нужен Ты его поставил, и он стоит в стороне Есть два положения, соответственно, вот это вот выравнивает нашу Ось вот так, да? Ну, чтобы он, соответственно, был немножко сбалансирован Да? И, соответственно, вот эта вот ось у нас балансируется То есть в выключенном состоянии он у нас не должен никуда вот так вот сильно перевешиваться Он должен быть примерно на центре После того, как мы это сделали, мы просто нажимаем кнопочку Не, как бы, не углубляясь в функции самого стабилизатора Какие здесь кнопки есть, какие режимы Мы просто получаем вот такую вот ситуацию В вспомогательной линии, да, сетки Смотря на них, мы выстраиваем композицию То есть наш человек или предмет, который мы снимаем Он должен быть по середине нашего кадра Либо на пересечении вот этих вот границ, да? Которые у нас вертикальные и горизонтальные Чтобы показать, что может быть вот в этой области Либо что-нибудь появится, либо будет что-то интересное Либо мы просто хотим сместить немножко акцент Самая частая ошибка людей, которые снимают видео И потом у них не получается склеить какое-то более-менее нормальное качество Да, и чтобы это потом хотелось пересматривать Это быстрая смена кадров Потом... О, господи, вот здесь! Вот здесь надо снимать! И вот там вот мифиарит упал! Та вещь, которую мы снимаем, должна быть в центре Соответственно, мы разберем сейчас еще по планам Значит, у нас вот есть общий план Есть средний план Да? Есть Трупный план То есть даже если мы меняем наш... Ну, как бы свое положение, как камера в пространстве То все равно, как композиция, человек или предмет Должны находиться в той же самой области То есть как бы мы можем немножечко пониже спуститься Да, если мы хотим что-то показать Либо повыше Да? Чтобы показать что-то, допустим, снизу То есть все видео должно состоять, в принципе, из средних, общих и крупных И они не должны повторяться Ну, то есть не повторяться, а, условно говоря, стоять рядом То есть как бы если ты снимаешь крупный план То должен потом смениться общий Если мы имеем трехосевой стабилизатор Это не значит, что съемка с рук это говно По одной простой причине Что даже те люди, вернее, те кадры, которые сняты были с трехосевого стабилизатора Иногда, иногда добавляется специально компьютерная тряска руками Ну, так называемый хендхелд То есть как бы когда вроде у тебя все снято хорошо, да? И как бы никакой тряски рук нет Но ты добавляешь ее, потому что это художественная тряска рук Она наиболее выгодно выглядит на крупном плане То есть на крупном плане Когда ты показываешь детали, там, глаза, нос, может быть, руки То вот эта вот тряска рук, она добавляет такой, грубо говоря, эффект подсматривания И это как бы смотрится и органично И тебя втягивает, грубо говоря, в процесс просмотра видео И ты, ну, начинаешь получать те же эмоции, да? Которые испытывал человек, который снимал это или видел Нам надо снимать так, чтобы потом можно было это адекватно нарезать То есть вот у нас пальмин идет вот так вот В общем плане То есть общий у нас уже есть один, да? Соответственно, мы можем средний взять Будем монтировать, мы будем в любом случае обрезать те кадры, которые у нас уже есть Соответственно, сейчас мы снимаем простую, обычную съемку То есть если надо, мы ее при слоумоушен Но какого-то генерального слоумоушена мы делать не будем Теперь остановимся и, допустим, нам надо сделать так, чтобы, ну, снять какой-то крупничок, да? Чтобы Алина в лесу Здесь, в принципе, тепло Она радуется Соответственно, когда снимаете Надо уметь и ходить и задом Потому что, ну, как бы, не всегда можно идти вперед вот так, да? Потому что иногда вам придется сделать вот так Да? И вы, соответственно, для того, чтобы... Мы повторяем ту походку, которую мы делаем вместе с... Как будто без стабилизатора Потому что в любом случае Даже когда стабилизация У нас есть система стабилизации В любом случае У нас получается, что не всегда Ну, вот так вот Она все равно будет... Не будет отрабатывать Значит, у нас есть, в принципе, главная линия, да? Того сюжета, который мы делаем, да? Допустим, про Полину Но Для того, чтобы видео смотрелось интересным Нам нужно сделать небольшие подсъемы, да? Тех мелких вещей, которые ее окружают Для того, чтобы создать эффект присутствия Присутствия в кадре и присутствия вообще В вот этой прекрасной атмосфере Мы берем останавливаемся, да? У какой-нибудь там, не знаю Сосны Пока она возвращается, можно... То есть, то же самое У нас вот фокус зафиксировался, да? И экспозиция, освещенность тоже зафиксировалась, да? Ну и сейчас Чуть-чуть, немножечко потише сделаем этот И, соответственно Немножечко снимем вот этот вот То есть, что у нас лес, да? Сделаем такой небольшой эффект присутствия для зрителей То есть, вот мох, да? Здесь строчки То есть, облет можно по спирали, можно вот так вот, да? Ну то есть, но не статично Либо ты можешь, как бы, быть в кадре сам статичен Но тогда должен двигаться сам предмет Мы берем, переворачиваем Ставим ее в исходное место Немножечко поднимаем этот Берем ножки То есть, у нас есть вот крупный кадр, да? Но уже, соответственно, ног И мы начинаем поливать и это То есть, крупный кадр может быть и не только лица Он может быть и, соответственно, любой части тела Соответственно, на которую вы хотите поставить акцент Вот, соответственно, для того, чтобы адекватно снять какие-то, вот Про то, что я говорил, темные и светлые участки У нас получается, что, если мы смотрим на дисплей телефона У нас получается, что либо небо пересвеченное, да? Оно вот такими не очень хорошими белыми обрывками, да? И, соответственно, ну, человек, в принципе, более-менее ничего На самом деле, нам надо выставить по-светлому, да? То есть, как бы, как я это делаю Я делаю акцент на светлый участок И чуть-чуть делаю темнее Потому что на постовой водке можно в тенях чуть-чуть приподнять И чтобы в светлых не потерять, и чтобы в темных не потерять Но, заметьте, как бы, я в той же самой позе лотоса Человека, который, я не знаю, там, хочет очень сильно в туалет, да? Иду Посмотрите, у меня ноги, они немножечко согнуты, да? В полусогнутом состоянии То есть, как бы, так долго, в принципе, достаточно не походишь Но, тем не менее, мы получаем отличные кадры предмета или человека, который движется Возвращаемся в исходную точку И потом она у нас может потихонечку из кадра выходить Вы продолжаете движение, но человек уже выходит из кадра Ну и, собственно говоря, подойдем вплотную к тому моменту, когда нам нужен слоу-моушен Слоу-моушен нам нужен в каких-то сценах, которые быстрые Но, соответственно, нам нужно немножечко их подчеркнуть и дать уловить этот момент Для того, чтобы это, ну, как бы, было органично и так далее Нам, как бы, зрителю надо ввести вообще в вкус дела И показать, как бы, что лужа есть, лужа существует Либо сделать такой небольшой прешот, да? Для того, чтобы потом можно было на постеподакшене Либо показать, ну, то есть, как бы, лучше всегда снять, чем не снять Поэтому, соответственно, до того, как Полина будет прыгать в эту лужу Или по этой луже, соответственно, можно снять саму эту лужу Для того, чтобы показать, что она есть, что она существует И что, как гладь без участия человека выглядит И, соответственно, переключаем на слоу-моушен, да? 120 градусов в секунду И, соответственно, чуть-чуть направляем кадр, да? Чтобы у нас Полина вот так вот была, да? И, соответственно, на счет 3, да? Сейчас Полина будет что-нибудь выделывать Раз, два, три Плохо, плохо прыгает То есть, как бы, даже если у нас попадают капельки, да? На телефон Это, как бы, не страшно У нас телефон с брызгами дружит хорошо Прямо это было максимально красиво и так далее Мы просим опять ее встать сюда же Давай Настраиваем То есть, на самом деле, айфон снимает и под водой И у меня есть к тому подтверждение Но это был седьмой айфон Но айфон XS Тот, который я вам не советую покупать Или мне очень вас жаль, если вы им владеете Утанул с первого раза Но семерка снимала вообще отлично и шикарно У меня есть к тому подтверждение Соответственно, мы не боимся ни капелек, ничего Мы фиксируем нашу экспозицию и фокус там, где он должен быть Соответственно, чуть-чуть выстраиваем Вот эту композицию Переставляем на сломо Это главное Ну, то есть, как бы, сначала переставили на режим Потом зафиксировали экспозицию Вот она у нас зафиксирована И, соответственно, вы выставили по композиции Нажимаем запись И тут самое интересное То есть, как бы, заставляем человека выглядеть достаточно глупо Да, то есть, как бы, когда мы это снимаем И, на самом деле, не эффектно Но Весь эффект и вся, как бы, суть и соль вопроса Достигается уже в конечном результате Когда мы делаем и монтируем видео И, соответственно, у нас накладывается музыка Потому что музыка – это самый краеугольный момент вообще всего видео И делает вектор настояния таким, каким он должен быть Либо это драматическая музыка Либо это веселая музыка Либо, как вот есть, чающая музыка для секса Есть еще такой, да, прием Как бы мы, условно говоря, да Берем из одного, да, лэндскейпа Ну, вот, пейзажа, да Переходим уже в конкретно непосредственно, да Наш объект съемки Мы настроили свет, экспозицию и баланс белого Для того, чтобы у нас картинка смотрелась максимально приближенная К тому, что мы видим глазами, да Соответственно, небольшой такой пришот, да Для того, чтобы понять, что именно мы получаем в кадре Вместе с нашей Полиной Вот, и, соответственно, начинаем снимать То есть мы переходим вот от этого, да, состояния Оп И немножечко так Соответственно, у нас Полина немножко, получается, затемненный Но это как бы не страшно В любом случае, через вот это То есть буквально через, там, 2-3 секунды После того, как мы покажем, что она стоит у дерева Мы, как бы, этот кадр обрезаем на постпродакшене И, соответственно, уже вводим другой кадр Соответственно, и еще можно подснять такую же, ну, историю, но обратно Пусть она прикрывает немножко солнца То есть, как бы, здесь В айфоне, конечно, небольшие линзы И вот этот вот, условно говоря, брак, да Вот этого всего Когда вот такие точечки появляются, да Ну, вот эти вот от света, вот от самих линз Я очень люблю такие штуки, но, к сожалению, на айфоновской камере Они, как бы, заметны совсем немножко Немножечко видно вот этого вот блика Вот самой линзы То есть, авто лучше не оставлять никогда Потому что у нас получается, что вот эта вот экспозиция И фокус, он постоянно будет скакать Если вы будете снимать slow motion Он там отрабатывает еще быстрее То есть, как бы, фокус будет скакать постоянно Поэтому фиксировать, когда вы снимаете крупные планы Фиксировать и фокус, и, соответственно, освещенность И баланс белого, который от вас почти не зависит Надо всегда Плюс, если мы разговариваем о художественной тряске рук Как бы вообще не зазорно снять И не пользоваться этой палкой-копалкой совсем Такая вот тряска рук, да? Можно ее То есть, когда руки трясутся, это не всегда плохо Ну и также здесь можно, конечно, сделать акцент на глаза То есть, как бы, в принципе, в большом счете Расстояние до, там, думаю Сантиметров в пяти Айфон выдерживает нормально То есть, вот эта вот макросъемка Соответственно, у нас появляется вот эта вот бакеха Да, которую, в принципе, никто не пользует Вы смотрите В принципе, в большом счете У нас почти макросъемка вот этого вот глаза То есть, как бы, и достаточно Очень все красиво выглядит Ну, а, собственно говоря Я думаю, что на этом мы, я думаю, закончим Соответственно, не успел вам показать Как именно снимается таймлапс С помощью вот этого штуки Вернее, моушен таймлапс Вот, соответственно Палка не села, телефон сел Все, то есть, как бы Это самый главный минус съемки на морозе Потому что айфон, конечно, такого не выдерживает Значит, соответственно Мы разобрали, как это все снимается Сегодня, скорее всего, я вам покажу Тот видос, который получился у нас С нашей прекрасной моделью Вот, и, соответственно Я думаю, что уже в следующем уроке Я буду рассказывать, как это все монтировалось И как бы, как, чего и зачем Я думаю, понравится всем И, в общем, давайте начинать смотреть Что же у нас получилось с этой прекрасной Полиной И с нашим прекрасным телефоном Мы с моими кривыми руками И погнали! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok